Здравствуйте! Мы продолжаем изучать раздел «Начало движения маневрирования. Правил дорожного движения». Сегодня мы подробно разберем повороты и разворот движения в обратном направлении. Урок номер 8, часть 2. Помните, что только соблюдая этапность обучения и выполняя домашнее задание, вы станете знатоком ПДД и хорошо подготовитесь к экзамену. Сейчас скачайте мобильное приложение «Рули онлайн». Приложение доступно в App Store и Google Play. В ПДД сказано, что перед поворотом направо, налево или разворотом водитель обязан заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части, предназначенной для движения в данном направлении. Если это классический четырехсторонний перекресток, тогда все просто. Соответствующее крайнее положение для поворота направо – правая полоса. Соответствующее крайнее положение для поворота налево левая полоса. Прямо можно со всех полос. Ситуация принципиально изменится, если на этом же перекрестке появятся знаки, устанавливающие иной порядок движения. Например, знаки особых предписаний могут разрешить поворот направо с двух полос. Тогда у этого перекрестка не одно, а целых два соответствующих положения для поворота направо. Хотите поворачивайте с правой полосы, хотите поворачивайте со средней. Обратите внимание, теми же знаками запрещено движение прямо с правой полосы. Другая ситуация. Знаками особых предписаний разрешают поворот налево с двух полос. Да, здесь вы можете повернуть налево как со второй, так и с третьей полосы. А вот выполнить разворот можно только с крайней левого положения, то есть с третьей полосы. Что касается перекрестков с круговым движением, то здесь никаких прямо или налево быть не может. Въезд на круг — это всегда поворот направо, а соответствующее положение для поворота направо — это правая полоса. Но для перекрестков с круговым движением правила сделали исключение. Пункт 8.5 ПДД не запрещает въезжать на круг из других полос. Если вы подъезжаете к кругу по крайней правой полосе, то и поворачивая на круг, вы должны заезжать только на крайнюю правую полосу. Это в данном случае и будет как можно правее. Если вы заезжаете на круг со второй полосы, тогда возможны два варианта развития событий. Если справа все свободно, тогда как можно правее будет тоже заезд на крайнюю правую полосу. Если справа занято, тогда как можно правее будет заезд на вторую полосу на круге. Все эти случаи касаются заезда на перекресток с круговым движением. Вот выезд с такого перекрестка возможен только с крайней правой полосы. И в этой ситуации водитель легкового автомобиля нарушает правила дорожного движения. При повороте налево водители часто выезжают на полосу встречного движения. Это является нарушением пункта 8.6 ПДД. Помните, что поворот налево и разворот разрешен в любую из полос попутного движения. Хочется обратить ваше внимание на одну интересную задачу. Посмотрите внимательно на рисунок. Дорога, по которой вы едете, только после перекрестка станет дорогой с двусторонним движением. А до перекрестка эта дорога с односторонним движением. А какое соответствующее крайнее положение для поворота налево может быть на дороге с односторонним движением? Только на крайней левой полосе. Так что поворачивать налево в данной ситуации водители обязаны именно с крайней левой полосы. И это логично. Правая полоса освободится для тех, кто намерен двигаться прямо или собирается поворачивать направо. Особый случай поворота налево – поворот с трамвайных путей. Правила разрешили использовать трамвайные пути, но с соблюдением определенных условий. Пункт 9.6 ПДД Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте с учетом пункта 8.5 правил. При этом не должно создаваться помех трамваю. Выезжать на трамвайные пути встречного направления запрещается. Прямое движение по трамвайным путям правила разрешают, но не обязывают вас это делать. А поворот налево или разворот водители именно обязаны совершать с трамвайных путей. А сейчас обратимся ко второму абзацу пункта 8.5 ПДД. При наличии слева трамвайных путей попутного направления на одном уровне с проезжей частью, поворот налево и разворот должны выполняться с них, если знаками или разметкой не предписан иной порядок движения. В данной ситуации знаки предписывают иное, и поворот налево здесь будет совершаться без использования трамвайных путей. Разворот или движение в обратном направлении может быть запрещен или разметкой, или знаками, или правилами. Вот самый простой случай. Осевая линия на двухполосной дороге не прерывистая, а сплошная. И значит, на всем перегоне, вплоть до перекрестка, разворот запрещен. Разворот на перекрестке запрещен с учетом знака 3.19. Этот знак не запрещает поворот налево. А на этом перекрестке не только нельзя развернуться, нельзя даже повернуть направо или налево. Только прямо. Это предписывает знак «Движение прямо». Разворот запрещен на пешеходных переходах. Помните, что если на проезжей части нанесена зебра, тогда не важно, есть знаки или их нет. В любом случае, зона пешеходного перехода – это расстояние между внешними границами разметки. Если зебры нет или ее не видно, например, из-за выпавшего снега, тогда ориентиром для водителей могут служить только знаки. В этом случае зона пешеходного перехода – расстояние между знаками. Правила запрещают разворот именно на пешеходном переходе. Непосредственно перед ним и после него разворот не запрещен. Разворот запрещен на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними. Мост соединяет два берега реки или пролива, или оврага. Путепровод – один из видов мостовых сооружений, пропускающих дорогу над другой дорогой. Эстакада – инженерное сооружение, предназначенное для размещения дороги выше уровня земли. Разворот запрещен на железнодорожных переездах. Запрещение разворота распространяется на весь железнодорожный переезд, границами которого являются шлагбаумы. А если их нет – дорожные знаки 131 и 132. В данном случае вы вполне можете развернуться, так как на ЖД-переезд не попадаете, да и разметка какая-либо отсутствует. Разворот запрещен в местах с видимостью дороги хотя бы в одном направлении менее 100 метров. Разворот запрещен в местах остановок маршрутных транспортных средств. Спасибо, что смотрите наш видеокурс. Мы приготовили для вас небольшой подарок. Оставьте заявку на обучение в лучшей автошколе вашего города и получите полный видеокурс в подарок. У нас только проверенные партнеры с безупречной репутацией. Ссылка в описании. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok